16 лет назад я действительно начал это, скажем, конкретно заниматься. Началось с йоги, проходил и психотерапевтические различные сессии, и холотропное дыхание, если кто-то слышал, и ошевские практики, они тоже, я считаю, с трансперциональной психотерапией связаны, кстати, здесь не написал, нестедневные ретриты по динамической медитации. С разных сторон я это изучал, но в итоге я пришел, конечно, к медитации, то есть медитация на самом деле глубже всего дает более глубокое погружение. Все, что динамика, это поверхность, все, что медленно, это глубина. И то, и то важно на определенных этапах, и оно всегда будет меняться, перекликаться дополнительно. То есть мы не можем жить только в статике, в какой-то пещере, допустим. Но мы на нашем уровне развития, нам нужна динамика. Философийская философия, что я, допустим, в канале транслирую, такие марафоны, так называемые, лучше сказать, практики. Вот это из суфийской философии. Запускал онлайн-школу свою, и именно вот эти попытки как раз продвинули меня в понимании коучинга, вообще психологии, устройства, системы, я бы сказал так, системного мышления. Потому что спиральный динамика – это про систему, и вообще человек. И рост, на самом деле, это про систему. Вот в итоге я учился онлайн в центре, аккредитованном университетом, Эрикским университетом, и уже к данному времени у меня 300 профессиональных сессий. Все, на себе все. Значит, спиральная динамика, еще по-другому ее можно назвать модель эволюционного развития. Также еще называют теория развития системного мышления. То есть это все тоже, как я уже говорил, про систему и про мышление. И в итоге рост мышления всегда приводит к соединению, к соединению еще и с чувствами, и с эмоциями. То есть это вот ум как инструмент соединения. То есть нельзя его игнорировать, как вот часто бывает такое, что надо его остановить, надо бороться с умом и так далее. Тут надо понимать вообще, что такое ум, да, потому что каждый под своим понятием может понимать разное. И вот чем тонче, лучше понимать ум, свой ум с помощью своего ума, тем он становится острее, точнее, скажем так, как еще вот сказать, осознаннее, можем. Значит, зачем нужна спиральная динамика?